на этом уроке мы познакомимся с движениями в пространстве определим сначала понятие отображения пространства сформулируем определение отображения пусть каждой точки А пространство поставлено в соответствии точка А1 пространства. При этом каждая точка А1 поставлена в соответствии какой-то точке А. Тогда говорят, что задано отображение пространства на себя. При этом точка А перешла в точку А1. А1 называется образом точки А. Среди отображений пространства выделяют взаимно однозначные отображения, при которых разные точки пространства переходят в разные. На рисунке вы видите иллюстрацию взаимооднозначного отображения множества х на множество у. Когда мы говорим о преобразовании пространства, роль множеств х и у выполняет само пространство. Теперь сформулируем некоторые определения. Два преобразования называются равными, если образы любой точки при этих преобразованиях совпадают. Точка А называется неподвижной точкой при некотором преобразовании F, если при этом преобразовании она отображается на себя. Фигура F называется неподвижной фигурой при некотором преобразовании F, если при этом преобразовании она отображается на себя. Преобразование пространства, которое каждую точку отображает на себя, называется тождественным преобразованием. Оно обычно обозначается Е большое. При тождественном преобразовании все точки и все фигуры пространства являются неподвижными. Для любых двух преобразований можно рассмотреть третье, которое получается последовательным применением этих преобразований. Например, если преобразование F отображает точку M на точку M', а преобразование G отображает точку M' на точку M2', то преобразование FG отображает точку M на точку M2'. Записывается это так. FG — композиция преобразований F и G. Теперь сформулируем определение движения. Под движением пространства понимается отображение пространства на себя, при котором любые две точки А и В переходят, отображаются, в некие точки А1 и В1, так что АВ равно А1В1. Иными словами, движение пространства — это отображение пространства на себя, сохраняющее расстояние между точками. Так же, как и для движения на плоскости, можно доказать, что при движении в пространстве прямые переходят в прямые, полупрямые в полупрямые, отрезки в отрезки. Кроме того, сохраняются углы между прямыми. Рассмотрим последовательно виды движений. Начнем с центральной симметрии. Преобразование пространства, при котором каждая точка пространства отображается на точку, симметричную ей относительно точки О, называется центральной симметрией пространства относительно точки О. При этом точка О отображается на себя и называется центром симметрии. Вы видите иллюстрацию центральной симметрии. На рисунке точка О — центр симметрии. AO равно A1O, BO равно B1O, CO равно C1O, DO равно D1O по определению точки симметричной данной. Центральная симметрия имеет только одну неподвижную точку — центр симметрии. Сформулируем некоторые свойства центральной симметрии. Первое. Прямая, проходящая через центр симметрии, отображается на себя. Второе. Прямая, не проходящая через центр симметрии, отображается на параллельную ей прямую. Третье. Плоскость, проходящая через центр симметрии, отображается на себя, то есть является неподвижной плоскостью этой центральной симметрии. Четвертое. Плоскость, не проходящая через центр симметрии, отображается на параллельную ей плоскость. Теперь рассмотрим осевую симметрию, симметрию относительно прямой. Сначала сформулируем определение точки симметричной данной точки относительно данной прямой. Точка M пространства, не лежащая на прямой M, называется симметричной точкой M относительно прямой M. Если отрезок MM перпендикулярен этой прямой и делится ею пополам. А теперь сформулируем определение осевой симметрии. Преобразование пространства, при котором каждая точка пространства отображается на точку, симметричную ей относительно прямой M, называется осевой симметрией пространства относительно прямой M. Прямая M отображается на себя и называется осью симметрии. Вы видите иллюстрацию осевой симметрии. На рисунке вертикальная прямая ось симметрии. Сформулируем некоторые свойства осевой симметрии. Неподвижные точки осевой симметрии — любая точка прямой M. Неподвижные прямые осевой симметрии — первое, сама прямая M. Второе, любая прямая перпендикулярная прямой M — неподвижные плоскости осевой симметрии. Первое, любая плоскость, проходящая через прямую M. Второе, любая плоскость перпендикулярная прямой M. Теперь рассмотрим зеркальную симметрию, симметрию относительно плоскости. Это новый вид симметрии, а плоскости, очевидно, такого движения не было. Сначала сформулируем определение точки симметричной данной относительно данной плоскости. Точка m пространства, не лежащая на плоскости альфа, называется симметричной точки m относительно плоскости альфа, если отрезок m, m перпендикулярен этой плоскости и делится ею пополам. Теперь сформулируем определение зеркальной симметрии. Преобразование пространства, при котором каждая точка пространства отображается на точку симметричную ей относительно плоскости альфа, называется зеркальной симметрией пространства относительно плоскости альфа. Плоскость альфа отображается на себя и называется плоскостью симметрии. Вы видите иллюстрацию зеркальной симметрии. На рисунке горизонтальная плоскость, плоскость симметрии. Сформулируем некоторые свойства зеркальной симметрии. Неподвижные точки зеркальной симметрии любая точка плоскости α. Неподвижные прямые зеркальные симметрии. Первое. Любая прямая плоскости α. Второе. Любая прямая перпендикулярная плоскости α. Неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Первое. Сама плоскость α. Второе. Любая плоскость перпендикулярная плоскости α. Теперь рассмотрим параллельный перенос. Сформулируем определения параллельного переноса. Пусть дан вектор А, преобразование пространства, при котором каждая точка пространства m отображается на такую точку m', что выполняется равенство. Вектор m, m' равен вектору А, называется параллельным переносом на вектор А. Заметим, что перенос на нулевой вектор является тождественным преобразованием. Вы видите иллюстрацию параллельного переноса. Векторы АА1, ВВ1, ЦС1 и DD1 равны вектору переноса. Сформулируем некоторые свойства параллельного переноса. Параллельный перенос отображает прямую на параллельную ей прямую, либо на себя. Плоскость на параллельную ей плоскость, либо на себя. вектор не имеет. Неподвижными прямыми при параллельном переносе на вектор α являются прямые, параллельные этому вектору. Неподвижными плоскостями при параллельном переносе на вектор α являются плоскости, параллельные этому вектору. И, наконец, рассмотрим поворот на угол вокруг прямой. Сформулируем определение. Поворотом пространства на угол φ вокруг прямой n называется такое преобразование пространства, при котором любая точка прямой остается неподвижной, и в любой плоскости, перпендикулярной прямой n, осуществляется поворот этой плоскости на угол φ вокруг точки ее пересечения с прямой n. Вы видите иллюстрацию поворота. Сформулируем свойство поворота. Неподвижными точками являются любая точка оси вращения. Неподвижной прямой является ось поворота. Неподвижной плоскостью является любая плоскость перпендикулярная оси поворота. Поворот вокруг оси на угол 180 градусов является осевой симметрией. Итак, на этом уроке мы узнали о том, что такое движение в пространстве. Мы узнали, какие существуют движения в пространстве. Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия, параллельный перенос, поворот вокруг оси, и как определяется каждая из них.